Всем привет! В данном уроке главы динамическое программирование будем перемножать матрицы аж оптимальным способом. Постановка задачи такая. Нам на вход даны N матриц. Точнее даже N размеров матриц. И хочется нам понять, в каком порядке их нам стоит перемножать так, чтобы стоимость умножения была минимальной. Сейчас все поясним. Значит, во-первых, какие же матрицы нам могут подаваться на вход? Ну, чтобы мы вообще могли их перемножать, их размеры должны быть согласованы, как мы помним. Соответственно, это дает нам возможность считать, что количество столбцов в матрице АИ совпадает с количеством строк в матрице АИ плюс первая. Давайте так их размеры и обозначим. То есть размер матрицы АИ мы обозначим через МИ минус первая умножить на МИ. То есть МИ минус первая столбцов. Строк, прошу прощения, и МИТ столбцов. Значит, что важно помнить про матрицы? Умножение матриц не коммутативно. Ну, то есть, во-первых, переставлять матрицы местами, когда мы их перемножаем нельзя, могут банально размеры не сойтись. Но даже если матрица, например, квадратная и с размером все хорошо, все равно в общем случае А умножить на Б может не равняться Б умноженному на А. В то же время умножение матрицы ассоциативно, что означает, что если нам надо перемножить три матрицы А, Б и С, то делать мы это можем в любом порядке. Можем сначала Б умножить на С, а потом результат умножить на А, или сначала А умножить на Б, а потом результат умножить на С. То есть, другими словами, мы можем как угодно расставлять скобки. Соответственно, например, произведение А на Б на С на Д, ну вот можно вычислить как минимум двумя разными способами. На самом деле, даже больше. И мы с вами на такие способы сейчас посмотрим на игрушечном примере и увидим, что они приводят к совсем разным результатам. Что же мы будем понимать под стоимостью перемножения двух матриц? Ну, давайте сейчас понимать, как просто количество умножений примерное, которое мы бы сделали. Представим, что у нас даны две матрицы размеров P на Q и Q на R, и мы хотим их перемножить. Ну, что значит перемножить? Значит, каждую строчку матрицы, нам надо, чтобы вычислить какую-нибудь ячейку результирующей матрицы, а всего там ячеек P умножить на R, нам надо взять и перемножить соответствующую строчку длины, соответствующую строчку первой матрицы длины Q на соответствующий столбец второй матрицы тоже длины Q. То есть просто посчитать их такое скалярное, ну, покомпонентное произведение. Соответственно, займет это время Q. Ну, и того, у нас есть P, R ячеек, которые надо перемножить, и тратим мы на это время Q. На самом деле, поэтому мы и считаем, что P, Q, R – это и есть стоимость перемножения двух матриц. То есть в действительности, если у нас есть квадратные матрицы, то известные, то есть квадратные матрицы, например, N на N, и две такие матрицы мы перемножаем, их можно перемножить быстрее, чем за N в кубе. Такие алгоритмы известны. Для прямоугольных матриц тоже известны. Но пока для упрощения ситуации давайте считать все-таки, что стоимость перемножения таких двух матриц – это P, Q, R. Это вполне себе разумное первое приближение. Итак, чтобы продемонстрировать, что результаты могут получаться разные, давайте рассмотрим такие вот не слишком даже большие четыре матрицы – A, B, C и D. Размер первый – это 50 на 20, то есть 50 строчек, 20 столбцов. У второй строчки 20 строк и 1 столбец. У третьей – одна строка и 10 столбцов. Наконец, у четвертой – 10 строк и 10 столбцов. Размеры, как мы видим, согласованы. То есть такие матрицы можно перемножать. Ну и вот сверху в названии блока показано, в какой последовательности мы будем это перемножать. То есть скобки полностью расставлены. Мы сначала умножим B на C, результат умножим на D и полученный результат умножим на A. Давайте смотреть, какова же будет стоимость. Так, B на C – это 20. Матрица размера 20 на 1, на 1, на 10. Когда мы перемножим, то стоимость этого будет 20 умножить на 1, умножить на 10. Перемножим. Вот в стоимости у нас записалось 20 на 1, на 10, а матрица B на C получилась размера 20 умножить на 10. Результат мы умножаем на D. То есть нам надо 20 умножить на 10, умножить на 100. Это будет наша стоимость. А матрица получится размеров 20 на 100. Итак, к стоимости добавилось 20 на 10, 20 на 10 на 100 и матрица 20 на 100 появилась. Наконец, у нас осталось две матрицы A и вот этот результат перемножения B, C и D. Размеры у них 50 на 20 и 20 на 100. Соответственно, сейчас мы перемножим, получится матрица 50 на 100, а в стоимость допишется у нас 50 на 20 на 100. Вот, результат посчитали. Потребовало это от нас примерно 120 тысяч умножений. Давайте посмотрим теперь, что получится, если перемножать в слегка другом способе, слегка другим способом эти четыре матрицы. Предположим, что мы сначала считаем произведение A на B, потом считаем произведение C на D, а потом перемножаем эти результаты. Итак, A на B это две матрицы размеров 50 на 20 и 20 на 100. Получим матрицу 50 на 1, а в стоимость запишется 50 на 20 на 1. Записали. Теперь C на D. 1 на 10 на 100. Перемножили. Получилось две такие матрицы. 50 на 1 и 1 на 100. Сейчас перемножим их тоже. Получилась матрица 50 на 100, а к стоимости добавилось 50 на 1 на 100. Суммарная стоимость оказалась равной всего 7000. То есть гораздо меньше, чем в предыдущей ситуации. И это всего лишь на четырех матрицах. То есть, как видно, матрицы могут оказаться небольшими, но поскольку время перемножения примерно кубическое, то от их измерений, то числа, результирующие, могут оказаться огромными. Соответственно, естественно, вообще-то задуматься, а в какой последовательности данные матрицы надо перемножать. Вот эту задачу мы с вами сейчас и будем решать.